Манипуляция — это некий психологический приём, целью которого является заставить человека что-то сделать против его воли. При этом жертва манипуляции, действуя, не понимает, что действует против своих интересов, она как бы добровольно выполняет нужные функции. Манипуляции происходят достаточно скрытно, и всегда это было привилегией женщин. Почему? Потому что женщина не могла отстаивать свои интересы в открытом бою, поэтому ей приходилось действовать скрытно. Именно поэтому женщины наработали огромный потенциал женских хитростей, которые смело можно назвать манипуляциями. Но вместе с феминизмом женщины становятся более мужественными, а мужчины становятся более женственными. И в результате мы получаем новый вид мужчин — манипуляторов. И тут обнаруживается, что у женщин есть много слабых точек, через которые воздействуют манипуляторы. Сейчас мы более подробно остановимся на всех женских слабостях, а также на ключиках, которые подбирают манипуляторы к своим жертвам. И первая женская особенность — это чуткость, самоотречение и жертвенность. Но согласитесь, когда вы видите бездобное животное, вам очень хочется его покормить. Это заложено в нас генетически, никуда от этого не деться. Потому что именно женщина отвечала за уют в доме, за добро, за любовь, которая царила в каждой семье. В противовес этому нашему женскому качеству у мужчин во все времена развивалось и приветствовалось другое качество — безжалостность. Но согласитесь, зачем мужчине-охотнику нужна доброта? Ему как раз нужна безжалостность для того, чтобы убить свою жертву и не оставить свою семью голодной. Следующая наша особенность — это материнский инстинкт. Согласитесь, никуда от этого не деться. Ведь если бы в нас этого не было заложено, то человечество давно вымерло бы. В отличие от нас, в мужчин закладывается другая программа. Разбросать свое семя по большей территории. Опять-таки, для того, чтобы человечество выжило. У мужчин генетически не заложено потребности воспитывать свое потомство. Поэтому не нужно от них ожидать таких подвигов. А самые ушлые мужчины так вообще используют женский материнский инстинкт для того, чтобы стать сыночком для своей женщины. И как проявление этой особенности мы видим все больше альфонсов, присосавшихся к успешным женщинам. А даже более того, самые продвинутые манипуляторы действуют на женщин через их ребенка. То есть понравившись ребенку, мужчина автоматически нравится и самой женщине. И через ребенка можно всегда надавить на женщину. А ребенок более беззащитен в играх мужчины и женщины. И поэтому часто становится жертвой. Поэтому если у вас есть ребенок, настоятельно рекомендую не знакомить его с мужчиной, пока вы не убедитесь сами, что этот мужчина то, что надо. Следующая наша женская особенность – это стыдливость. Во все времена женщина была нацелена на сохранение своих энергетических запасов, потому что эти запасы предназначались для ее потомства, для ее мужа, для сохранения семьи. Во многих культурах женщинам внушается много ограничений. И в этом нет ничего плохого, потому что самая главная женская функция – это стать матерью и воспитать здоровое потомство. Для женщины секс – это очень важный шаг. Для того, чтобы впустить в себя мужчину, ей нужно эмоционально открыться ему. Дорогие мои, ставить на это не нужно. Есть много вещей, на которые мы можем поставить, которыми мы можем манипулировать, но только не этим. Следующая наша женская особенность – это внутреннее желание выйти замуж. И это тоже обусловлено генетически, исторически и так далее. Дело в том, что в древние времена, когда женщины не могли заниматься охотой, им очень нужно было жить рядом с мужчиной, который добывал бы им еду. Даже более того, женщина без мужчины в древние времена погибала, и погибало ее потомство. Именно поэтому любой женщине хочется замуж, для того, чтобы быть защищенной. А мужчина всегда был лишен этого страха, он был охотником и мог свою дичь съесть или с этой женщиной, или с другой. То есть он без женщины не погибал. Именно женщина должна была удержать рядом с собой этого охотника, для того, чтобы выжить и чтобы выжило ее потомство. Так вот, мужчина-манипулятор очень четко использует наш подсознательный женский страх остаться одной в своих целях. Следующая наша женская особенность – это эмоциональность. Ни для кого не секрет, что именно женщины считаются самыми эмоциональными существами, в то время как мужчины крайне логичны и прагматичны. Но вы знаете, вообще девочки рождаются с более развитым левым полушарием головного мозга. И поэтому именно девочки первее начинают говорить, и у них очень развито логическое мышление. Но вместе с половым созреванием все кардинально меняется. И у мужчин развивается левое полушарие головного мозга, которое отвечает за логику, а у женщин больше развивается правое полушарие, что приводит к тому, что женщины становятся более творческими, более эмоциональными. И, к сожалению, в борьбе между эмоциональностью и логикой побеждает логика. Мужчина-манипулятор это очень хорошо знает и очень хорошо использует. В ответ на женские эмоциональные выпады у манипулятора есть железное логическое объяснение. И даже если он тысячу раз не прав, он все равно докажет свою правоту, и женщина будет чувствовать себя виноватой. Еще одна наша женская особенность – это наша женская говорливость. И здесь зарыто несколько ловушек. Дело в том, что для женщины это своего рода релаксация. Выговориться с кем-то, рассказать о своих проблемах, и проблемы как бы отступают. Но имейте в виду, когда вы раскрываетесь, выговариваетесь перед манипулятором, вы, во-первых, раскрываетесь перед ним, раскрываете все свои недостатки, все свои страхи, особенности. И в своем сознании вы становитесь как бы ближе ему, вы сближаетесь только со своей стороны. А манипулятор, получая от вас информацию, использует в дальнейшем эту информацию в своих целях. В противовес нашей говорливости у мужчин, как у охотников, развивается молчаливость, выдержка. Что хорошо используют манипуляторы? Следующая женская особенность – это заниженная самооценка. Согласитесь, в некоторых культурах женщины считаются людьми второго сорта. Кроме того, во многих семьях женщины перестают следить за собой, тем самым показывая своим детям плохой пример. А мужчин так не затрагивают какие-то жизненные обстоятельства, рождение ребенка, и мужчина всегда на коне. Так вот, на женской заниженной самооценке процветают очень многие манипуляторы. Следующая женская особенность – это наше воображение. Как я уже говорила, у женщин развивается правое полушарие вместе со всеми особенностями. Не только эмоциональностью, но еще и воображением. Помните пословицу женскую? Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Только женщина обладает таким потрясающим воображением для того, чтобы полюбить то, что она сама слепила. Тут напрашивается еще один анекдот в тему. Сидит женщина в ресторане, к ней подходит мужчина и спрашивает «Рыбонька, к вам можно?» На что она отвечает «Рыбонька значит рыба, рыба значит щука, щука значит кусаюсь, кусаюсь значит собака, собака значит сука, сука значит блядь, товарищи, он меня блядью обозвал». Ох уж эта пресловутая женская логика. Именно на ней процветают прагматичные манипуляторы. Они-то лишены этого воображения. Но они умеют его очень хорошо использовать. Следующий момент, который я хотела бы поднять, особенно опасен. Дело в том, что когда женщина общается с мужчиной, особенно если она эмоционально вовлекается в этот процесс, она получает в свою кровь огромное количество природного наркотика. А это наши гормоны. И это очень серьезно. Потому что это количество гормонов, которые поступают в нашу кровь, можно сравнить с сильнейшими наркотиками, существующими в мире. Вы представляете, какую ломку получает женщина, если отношения с мужчиной вдруг прерываются? Какие страдания она испытывает? К сожалению, мужчины не так подвержены этому, потому что они вовлекаются в процесс общения немножечко медленнее. В то время, когда женщина уже вся под наркозом, он умеет соблюдать дистанцию. Особенно, если перед нами манипулятор. Так вот, манипулятор, он отлично знает о том, что женщина будет страдать после разрыва отношений. И очень четко умеет регулировать расстояние, на котором общаться, для того, чтобы женщина испытала и страдания, и кайф от общения с ним. И в силу всего вышеперечисленного, женщина всегда стремится побольше общаться со своим мужчиной, для того, чтобы увеличить свою дозу наркотика. Для того, чтобы получать кайф от этого общения, женщина получает удовольствие намного больше на первом этапе, чем мужчина. И этим очень ловко пользуются манипуляторы. Но, несмотря на то, что я нарисовала очень мрачную картину, все не так уж плохо. В ответ на те 10 наших слабостей, которыми пользуется манипулятор, и которые я перечислила выше, я вывела более 70 наших женских хитростей и манипуляций. Под этим видео есть ссылочка для записи на мой бесплатный вебинар. Кроме того, вас ждет приятный сюрприз. К вам на почту придет моя брошюра с полезными рекомендациями для общения с мужчиной. Огромная благодарность, если вы поставите лайк под этим видео. Вам все равно, а мне приятно. А если оставите комментарий, так я вообще буду вам очень сильно благодарна. И плюсик вам в карму. С вами была Светлана Филатова. Оставайтесь на связи.